Приветствую вас! Я думаю, что у вашего мужчины уже имеется ряд проблем. В частности, его проблема заключается в том, что человек берет на себя слишком много. В том смысле, что он испытывает жалость к абсолютно, я бы сказал, самостоятельному, абсолютно здоровому человеку. Да, конечно, она, я имею ввиду его жена, она, безусловно, одна. Ну, тот факт, что она жена, конечно, накладывает некий отпечаток на ситуацию в целом. Вот, но мне кажется, что тот факт, что ему её жаль, вот именно тот факт, что ему жаль, а её просто жаль. Вот, свидетельствует о том, что, ну, мужчина подвержен определённым проблемам. Например, у него есть проблемы с ответственностью. Тут вот он, вот, не совсем, не совсем определяет, где заканчивается, заканчивается его ответственность, начинается ответственность другого человека, в частности. Вот, потому что, иначе бы он прекрасно отдал себе отсчёт в том, что желей он, ну, желей он человека, не желей он человека. Вот, а, как бы, правда в том, что отношения закончились, скорее всего, между ними, вот, и, в общем-то, дальнейшее пребывание в этих отношениях просто будет ему, может быть, не мешать, в прямом смысле этого слова, да. Вот, но, так или иначе, будет тормозить движение, например, его жены, да, будет тормозить движение его жены, бывшей или не бывшей, неважно, будет тормозить движение его жены вперёд, просто-напросто, вот, так или иначе, вот. Поэтому, к вопросу о том, как он вообще относится к ней, да, и к вопросу об ответственности за, собственно, близких, близких людей, вот. На мой взгляд, это очень важный момент, потому что, ну, всё-таки влияние, да, именно влияние, оно всё-таки, ну, всё-таки чувство чувствуется, и чувствуется достаточно сильно, как бы там, что ни говорилось, да, вот. То есть, это первая проблема вашего, ну, вашего мужчины, скажем так, да, мужчины. Вот, дальше, значит, следующий аспект, следующий аспект касается того, что он, если я правильно вас понял, ну, не может определиться до сих пор, не может определиться, с тем, куда он, к примеру, будет двигаться дальше, то есть, ему жалко, вот, но он застыл на место, он не даёт движение вам, вот, то есть, он вам не позволяет идти вперёд, к примеру, вот, ну и, соответственно, сам случайно стоит на месте. Опять же, опять же, это то, как я эту ситуацию понял, я могу тут, на самом деле ошибаться, в этом смысле. Вот, там ещё, ну, может быть, может быть, я неправильно ситуацию увидел, может быть, я неправильно её понял, может быть, тут контекст немножко другой, потому что непонятно, вот пишите во время развода, начали отношения, дошли до его развода, и на широта ему жалко, то что он разводится, он уже развелся, или он разводится, ему жалко. Знаете, то есть, эту проблему, он, вы решить, как бы, за человека, да, вот именно за человека, какую-то проблему вы решить, скорее всего, не сможете, потому что это его трудность, это его лично, его личный конфликт, и ему через, через него, через конфликт, этот конфликт, ему нужно пройти самому. Вот, понимаете, какая штука? То есть тут вот ничего не поделать. Вы можете быть рядом с ним, вы можете находиться рядом с ним, вы можете помогать ему, да, вы можете как-то вот участвовать в этом, но это тот путь, это тот путь, который ему нужно пройти самому. И за него этот путь, ну, никто, к сожалению, не пройдет, за него никто не способен пройти этот путь, вот. Поэтому, да, ему сейчас очень, ему сейчас очень и очень трудно, да, ему сейчас очень и очень тяжело, безусловно. Тут, как бы, ну, тут даже спорить, в общем-то, не нужно, вот, но он, он это пройдет, либо он это пройдет сам, да, то есть, либо он справится с этим, либо он с этим, ну, не справится, к сожалению, вот. Можно, можно быть рядом, можно, можно поддерживать человека, вот, можно помогать человеку, можно ждать его, конечно, но всё это действительно очень опасно, как и сказал мой коллега в том смысле, что я не говорю, что вас обязательно будут использовать, да, я не говорю, что вами будут, будут, там, манипулировать, вот, потому что мне кажется, что именно ваш слушай, ну, всё же, не такой, вот. Но, тем не менее, тем не менее, могут быть сложности определенные, вот. Поэтому, в этой ситуации вам имеет смысл подумать о себе, в первую очередь, в этой ситуации, вам имеет смысл подумать о том, как обезопасить именно себя в этой ситуации, как обезопасить себя от того, чтобы, может, не попасть, чтобы не попасть в неприятную ситуацию для себя, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Вот, ну, мне кажется, что, в общем, так примерно можно вам ответить, вот. Тебя, тяжело вам, тяжело молодому человеку, он переживает, вот, это всё понятно, но, понимаете, как бы, если он, к примеру, выбрал вас, да, то есть, если он выбрал, допустим, ну, быть с вами, если он выбрал отношения с вами, вот, то мне кажется, что как минимум, мне кажется, что как минимум, за это он должен, ну, нести ответственность какую-то. Вот, потому что в противном случае ситуация будет только усугубляться, в противном случае ситуация будет становиться всё хуже, в противном случае человек может, грубо говоря, потерять и вас, на самом деле. Вот, он может потерять и свою жену. Вот, если он этого не хочет, а мне кажется, что он этого не хочет, то он очень желательно, чтобы он как можно быстрее, как можно скорее сделать свой выбор, вот. Ему может быть сложно принять выбор, ему может быть сложно этот выбор сделать, вот. И это нормально, что ему сложно это сделать. Но, тем не менее, помочь ему в этом смысле может только психолог, потому что он оказался в... ну, в некоторой степени, в некоторой степени в классическом треугольнике Карпмана, вот, когда есть жертва, это его жена, вот, есть спаситель, это он, вот. Ну, и есть, соответственно, агрессор, это вы для, например, его жены, вы можете быть вполне таким агрессором, вот, который разрушил семью и так далее. Вот. Конечно, ситуация несколько осложняет тот факт, что ваши отношения начались во время его брака. Так, конечно, идеально было бы, если бы он сперва понял, что есть проблемы с его, например, женой и развелся бы с ней, вот. А уже потом, после этого, был бы в отношениях, вот, ну, вступил бы в отношения с вами. Вот. Это было бы, конечно, куда более, в таком случае, продуктивно, вот. В таком случае, куда бы это было более безопасно, безопаснее, я бы сказал, для вас. Вот. Но, как вышло, так вышло. Вот. Надеюсь, вы мои мысли здесь поняли. А, значит, я чувствую, как ему тяжело, как он расстроен. А, просто быть рядом. А, значит, демонстрировать ему свою любовь. Вот. Демонстрировать ему свои, а, значит, чувства, свою поддержку. Вот. Но в этом нельзя, на мой взгляд, увлекаться, потому что, если вы будете увлекаться, если вы увлекаться этим, если вы не сделаете несколько шагов назад в определенный момент, ну, то у вас могут быть существенные проблемы именно с тем, что человек просто не будет снить то, что вы рядом. Вот. И для вас ничего хорошего не будет в этом смысле. Ну, в этом случае. Вот. Такой вот момент, такой аспект. А, я думаю, что именно так вам можно ответить на вопрос, на который вы задаете. Вот. А, всё-таки, конечно, непростая, возможно, вам тоже нужно с психологом поработать, потому что, ну, вам тоже может быть тяжело в этом, в этой ситуации, вам тоже может быть больно, вам, вы тоже можете, к примеру, бояться чего-то, вы тоже можете опасаться чего-то, вам тоже может быть, как-то вот, тяжело и трудно. Вот. Вот. Так что, если вы чувствуете, например, что не справляетесь, если вы чувствуете, что вам становится трудно, значит, в этой ситуации находится, то обращайтесь за помощью, мы вам, я думаю, поможем, вот, и поможем вам в этой ситуации почувствовать себя лучше и не, значит, не страдать. Лишний раз. Вот. На этом всё. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучше, вот, если у вас есть чувство вины за то, что вы, например, сенью разрушили, то, соответственно, с вашим чувством вины, надо бы поработать, потому что чувство вины очень сильно усложнит вам жизнь, не позволит вам быть свободной, не позволит вам проявлять себя, по крайней мере, адекватно. Вот. Ну и, соответственно, скорее всего, так же будут некоторые сложности, некоторые сложности будут с принятием, с принятием себя, да, с принятием своих эмоций и с тем, насколько вы будете, допустим, допустим, естественно, насколько будет естественно, вы всегда есть. Да. То есть, ну, это так же может подкосить ваши отношения с молодым человеком, вашим мужчиной. Вот. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.